Эх, ребята, чё-то мне скучно. Всем привет, с вами я, Компот, и... Ставь лайк, если вы. Ну, кстати, чё-то мне сегодня, ребята, действительно скучно. Работу я всё выполнил, в деревне ничего интересного не происходит, ну, как бы, ровным счётом, вот серьёзно, ничего, ребята, вообще. Людей чё-то на улице мало, все сидят по домам, короче, скучный какой-то денёк, я даже не знаю, чем мне сегодня заняться, ребята, и как мне себя развеселить, потому что... Копать шахты как-то скучно, рубить дерево скучно, ну, в лес ходить за дровами, да у меня этих дров завались просто, ребята, вот серьёзно говорю. Чё-то как-то, ну, вот вообще, очень скучно. Погодите! Вот, ребята, вот как вы пришли, сразу появилось дело, блин, заходите почаще на мой канал. Короче, я придумал, чем мы займёмся. Так, сколько у меня изумрудов, погодите, погодите, ребята, сейчас мы будем мутить контент. Готовы? 16 изумрудов. Так, я думаю, что этого на чё-то хватит. Короче, все вы помните, что у нас в деревне живёт житель-продавец. Так вот, ребята, так пойдёмте к жителю-продавцу и купим у него что-нибудь. Серьёзно, он всегда продаёт какие-то интересные вещи. Всегда что-то крутое продаёт. Так, где-то он в этом районе живёт и где-то... Опа, кажется, это его дом. Давайте... А, житель-продавец, извини, это я Компот. Ух ты, как у тебя дома интересно. Ты, видимо, сегодня что-то интересное продаёшь, житель. Короче, это я, Компот, опять хочу с тобой поприветствоваться. В общем-то, мне скучно. И у тебя есть что-нибудь интересное, там, чтобы я подписчикам рассказал, сделал на что-то обзор, а? А, нет, не, 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 Компот, у меня нет ничего интересного. И вообще, я не тот житель-продавец, о котором ты говоришь. Я его брат, вот. А настоящий житель-продавец, он сейчас уехал, к сожалению, в город и там продаёт какие-то вещи. А, ну, блин, слушай, жалко. Ну, ладно, я тогда пойду, пока. Не, 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 стой, у меня для тебя кое-что есть, да, кое-что, у меня для тебя есть, у меня для тебя есть, значит, секретный сундук, в котором лежит очень-очень много алмазов, там зубрудов, всякая фигня, там прикольно, в общем-то, табели. Странно, слушай, мне обычно житель-продавец никогда не говорит в открытую, что там у него лежит интересного, он всегда говорит это в тайне, так сказать, мне, и когда я это покупаю, я уже смотрю, я окупился или нет. Слушай, ну, мне, наверное, не хватит на этот сундук, он явно дорогой, у меня всего лишь 16 изумрудов, и больше, к сожалению, ничего нету. Так, давай мне 16 изумрудов, да, ему по рукам, ты 100% окупишься, я тебе это обещаю, да. Ах, 16 изумрудов, все изумруды, ну, смотри, что, я тебе доверяю, житель, только потому, что житель-продавец меня никогда не обманывал, я тебе доверяю. Так, ладно, ребята, хорошо, давайте сейчас купим что-то интересное у него, и я уверен, что на это интересно у меня получится сделать очень крутой обзор. Явно мне сейчас что-то интересное продадут. Так, давайте заходим к себе домой, и, блин, жалко тратить последние денежки, а зарплата будет где-то... Ах, хотя, слушайте, ребята, у меня зарплата-то с фермера придёт где-то 6 изумрудов, мне придёт. Вот я сейчас скажу, это будет через 4 дня, отлично, ребят, отлично, как раз я ему заплачу, и ничего страшного, тем более он сказал, что я 100% окуплюсь. Ну вот, собственно, житель, держи, так, где тут товар, бать, тут, житель, не понял, а у тебя же сундук пустой, ты чё продаёшь? Так ты давай мне 16 изумрудов, и всё будет. Ну ладно, на свои 16 изумрудов, пожалуйста, забирай, всё, давай, чё там у тебя интересного. Слушай, Капот, у меня тут честно такая просьба, в общем-то, у меня уголь закончился, а добрый человек ты же, и мне рассказывали про тебя. Так помоги, пожалуйста, накопай мне немного угля, у нас в том шахте неподалёку есть, я же жить, я продавец, я как раз тебе твой подарочек подготовлю. Ну в смысле, так ты мне отдай подарок, и после этого всё, я же тебе заплатил, алё, какой уголь, мы это вообще не договаривались. Ну пожалуйста, я знаю, что ты добрый, подписчики у тебя хорошие, ну помоги, пожалуйста. Ладно, житель, сейчас приду, ребята, какой-то странный житель, чё он меня заставляет чё-то делать, алё, он житель-продавец или житель-работодатель какой-то, я не понял. Я у него должен был приобрести этот сундук, купить его и сделать на него обзор, какой уголь ему копать, я не понял. Ну ладно, мне в принципе не жалко, я ему готов накопать угля немножечко. Так-так-так, где у нас шахта? Вот тут у нас она шахта, давайте, ребята, вот тут вот в принципе ему накопаем угля. Мне в принципе не жалко, так, тут что-нибудь есть, так, давайте вот тут вот будем всё раскапывать и... Нет, так, тут, к сожалению, нет никакого угля, давайте с этой стороны, ребят, посмотрим, может... О, а вот и уголь, отлично, так, давайте скопируем его и вот так вот якобы подобываем, да, я же в креативе, ребята. Ну не отказывает же житель, не отказывает, поэтому давайте соберём ещё, я думаю, столько мне хватит. Ну ладно, давайте, чтобы он не докопался ещё, посмотрим. О, тут и железо есть, давайте ему уж и железо тогда поднакопаем, почему бы, собственно, и нет. Так-так-так-так-так, и... Слушайте, ну я думаю... Ладно, не буду докапывать, я ему думаю, хватит угля. В принципе, я тут много угля добыл ему, всего лишь один, да, ребят? Ну не, нормально, нормально, с одного угля много выпадает, опыт и ещё там все дела, я думаю, ему хватит, тем более куда... Даже я ему ещё и железо накопал. Пусть радуется, ребята, пусть радуется, вообще благодарит за то, что я это сделал. Ну, в общем-то, житель, я тебе всё принёс, вот, пожалуйста, ещё твой уголь, железо, я надеюсь, ты тогда по красоте вообще мне запакуешь подарочек. Ой, компот, компот, мне... мне так плохо, я так расстроен. А чем ты расстроен, житель, я не понял. Да дело в том, что я хочу очень красиво запаковать твой подарок, а у меня нет на это дерева. Не сходишь, не нарубишь мне дерево. Да какое дерево? Да мне не нужно ничего запаковывать, просто давай покажи, мои подписчики уже заждались. Чего они ждут? Они ждут, когда я им сделаю суперкрутой обзор, правда ведь, ребят? Напишите в комментариях. Поэтому давай побыстрее мне мою посылку, я её распакую и покажу своим подписчикам. Нет-нет-нет-нет-нет-нет, я продаю только качественный товар, и для этого мне нужно упаковать его в дерево. Я тебя прошу, умоляю просто, пусть я тебе вот прям 100% отдам твой подарочек, твою посылочку. Пожалуйста, наруби дерево, ну будь человеком, ну я тебя умоляю. Житель, о, ладно, хорошо, блин, ребята. Слушайте, он меня уже задолбал, какой-то странный житель. Вот житель-продавец, вот как выражается его брат, он вот реально хорошее продаёт всё. Он вот берёт, я ему там, допустим, плачу три изумруда, он мне продаёт там алмазных блоков, чего-то, что-то реально интересное такое. А он мне ещё, блин, у меня даже, смотрите, у меня даже топора нету, и что мне теперь делать? Как мне, слушайте, идти рубить дерево? Так-так, ну ладно, давайте пофиг, рукой ему там наколупаем, сколько там, хотя нафиг надо, ребята. Так уж, чтобы быть, пожертвую своим креативом, у меня, правда, есть лимитный креатив, ну ладно. Выдам себе, наверное, из креатива дерево, хотя нет, я его размножу из креатива, вот так вот сделаем. Так, и вот так вот давайте, вот прям много дерева, пусть там прям всё перепакует, чтобы не было интересно всё открывать, переоткрывать и так далее. Давайте вот так, вот так, дофига ему дерева прям накидаем. Вот так, если даже чтобы не придирался, вот это вот даже дерево ему возьмём. Вот так вот, вот так вот, вот так вот накидаем, прям дофига, дофига ему дерева, чтобы не повадно было человеку. Так, давайте ещё, знаете, даже ему берёза тут растёт, случайно, нет, не растёт, нет, нет, нет. Нет, тут нет березы или есть береза? Нет, ребят, к сожалению, березы тут нет. Ну ладно, я думаю, хватит. Даже вот, смотрите, готов ему цветочек подарить. Давайте, ребят, еще ему цветочек подарим. Все, вот тут-то он мне точно. Если он мне не отдаст посылку, ребят, это очень странно как-то. Какой-то он житель-паразит настоящий, а не житель-продавец. Какой-то он странный, ребята. Так-так-так, ладно, давайте, хорошо, подойдем. Подойдем так уж, чтобы быть, к нему. И все-таки отдадим все ему. Надеюсь, он мне на этот раз отдаст мою посылку. Так-так-так, ага. А, житель, в общем-то, я тебе все принес. У меня тут дофига дерева, ты только посмотри, сколько я тебе всего нарубил. Ну все, житель, давай, отдавай мне мою посылочку. Потому что я уже заждался, вот серьезно, житель. Я не могу уже ждать. А знаешь что, компот? Иди-ка ты в сраку. В смысле? Сейчас что-то не понял юмора. Да вот фиг тебе, Ани Панарыч. Ха-ха, обманул я тебе. Че ты, вот давай, че ты мне сделаешь? А-а-а-а. Эй, житель, ты че офигел? А ну-ка отдавай все мои ресурсы и дерево, все отдавай мне. Изумруда? Ничего себе не отдам. А еще, ну-ка, получай вот это. А-а-а, е-мое, ты, ты че? Ты, я не понял, житель. Эй, ты че сделал? Ох, ребята, мне это не нравится. Посмотрите, он меня прямо сейчас вот взял и кокнул. Вот, видите? Посмотрите, офигел совсем. Ну я ему сейчас покажу. Я ему сейчас покажу. Этому жителю, он не знает, что у меня креатив и то, что я могу респавниться. Сейчас я ему все покажу. Че там смотрят? Вон, смотрите, ребята, с наглой мордой сидит, читает мои изумрудики. Обмануть меня решил, значит, да? Ну ничего, со мной такое, ребята, не прокатит. Меня фиг обманешь. Я сам его обману сейчас еще. Ой, как я его сейчас обману. Погодите, ребята. Погодите, где, 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 где? Давайте-ка вот так вот. Пошутим немного над ним. Эй, житель, как тебе? А, ты че, больной, что ли? Я ж тебя кокнул. Ты, это, че, 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 че ты тут делаешь? Да так, просто вот, че-че тут продаю. Вот, житель, пожалуйста. А, покупайте тут что-нибудь у меня. Да, интересное что-нибудь. Вот, покупайте, покупайте. Че, доволен, житель? Доволен, 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 доволен. Ух, ребята, меня раздражает этот житель. Ох, он меня бесит. Вот его дома. Просто хочу разбомбить его дом. Тупой житель. Мне даже не жалко эти изумруды. Ну, все, ребята, я наказал его, я наказал его, я взорвал его дом. Вот ненавижу, когда людей обманывают. Ребята, кстати, пишите в комментариях, вас когда-нибудь обманывали в интернете, в жизни когда-нибудь. Если да, то распишите ситуацию полностью. Распишите, чтобы другие люди никогда не попались на обман вот такого подобного рода. Ребята, будьте намного аккуратнее в интернете. Будьте аккуратны в реальной жизни, иначе вас могут в любом месте обмануть. Будьте аккуратны, ребята. Ребята, всегда все, вот просто тщательно проверяйте, и будьте, ребята, осторожны. Иначе получится вот такая вот ситуация. Представляете, даже в Майнкрафте могут обмануть. Вот меня, я помню, даже на сервере на алмазы кинули. Представляете, ребята? Я человеку помог, накопал, и он со мной не поделился даже. Представляете? Сумасшедший человек. Ладно, ребята, никогда не попадаетесь на такие уловки мошенников, вот как этот тупой житель-продавец ненормальный. С вами был я, Рома Компот. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте жать колокольчик. Всем удачи, всем спасибо. Всем пока-шеньки, ребята. Компот, а знаешь чё? Чё? А иди-ка ты в жопу. Не понял, сейчас юмора так, минуточку. Ты чё, а ну-ка извиняйся? Да ещё я не буду извиняться, жители.